Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека. Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны. Николай Чернышевский Друзья мои, приветствую всех! Не один год мне пишут в комментах один и тот же актуальный для вас вопрос в разных его вариантах. Чем лечить простатит? Напишите, и какое эффективное лечение простатит? Почему же лечение простатит часто оказывается неэффективным и вопрос этот остается актуальным? Почему медикаментозное лечение часто приводит к назначению огромного количества БАДов и БАДоподобных препаратов с разными эффектными наименованиями, но содержащих стандартные биологические компоненты, различные витаминные комплексы, неспецифические препараты типа ферментов, антиоксидантов, венотонизирующих средств, дезагрегантов, которые улучшают микроциркуляцию крови, адаптогенов, которые не оказывают целевого действия на предстательную железу, а имеют общетерапевтическое действие на весь организм? И то не очень конкретное. Почему же мы не имеем эффективных лекарственных средств, которые могли бы дать быстрый ожидаемый эффект? Отчасти потому, что само понятие простатит настолько многофакторно, что один будет ждать от лекарства эффекта для улучшения мочеиспускания, когда есть частые или дискомфортные или затрудненные или ночные мочеиспускания. Другой будет ждать избавления от болей, которых миллион вариантов по локализации, по их типу. Третий будет надеяться на улучшение эректильной функции. И кто смотрел мои многочисленные ролики, понимает, что точки происхождения этих расстройств разные и даже не всегда связанные с простатой. То есть разные механизмы происхождения расстройств не могут лечиться каким-то конкретным медикаментом или предпочитаемой группой медикаментов. Поэтому лекарственное лечение такое размытое, а следовательно и низкоэффективное. Причин к этому много. Но в этом видео я хотел бы познакомить вас с очень существенной причиной, о которой в широком кругу интересующихся не говорят или почти не упоминают эту причину неэффективности медикаментов по воздействию на предстательную железу. Чтобы часть моих подписчиков не обвиняла меня в том, что я несу чушь и бред, я буду приводить научные статьи и исследования с демонстрацией первоисточников. Досмотрите видео до конца, и вы поймете, для чего я это вам рассказал. А если все же у вас появятся какие-то вопросы, или ваше особое убеждение, или личный опыт, пишите их в комментариях, я с радостью на них отвечу. А наиболее интересные будут являться темой для будущих видеороликов. Вперед к знаниям! Что же мешает медикаментам проникать в ткань простаты? Есть такой механизм – гематопростатический барьер. Природа или создатель устроили так, что особо важные органы и системы снабжены специальными механизмами защиты от вредных химических и биологических продуктов, попадающих в наш организм. Если в крови появляются вредные компоненты, яды, токсические агенты, вредные промежуточные продукты обмена, то на страже органов стоят гистогематические барьеры, специальные барьеры, барьерные структурные механизмы между кровью и клетками органа. От слова «гистос» – ткань, а «гема» – кровь, гистогематические барьеры между кровью и тканями. С помощью определенного механизма угнетается проникновение нежелательных молекул из капиллярного русла или из межуточной жидкости. Изучены и определены такие механизмы, например, гематоликварный барьер между цереброспинальной жидкостью и кровью. Выполняет важную защитную функцию. У здоровых лиц из крови в цереброспинальную жидкость, которая окружает спиной мозг и находится в желудочках головного мозга, не проходят вещества, которые содержат, например, йод, азотную кислоту, салициловую кислоту, метиленовый синий, коллоидные вещества, иммунные тела туда не проходят, антибиотики туда не проходят. Но легко проходят алкоголь, хлороформ, стрихнин, морфиногидрохлорид или столбнячный токсин. Есть гематаринальный барьер между кровью и сосудистой системой почки. Есть гемато-тестикулярный барьер между кровью и тканью яичек. Вообще яичко защищает 7 оболочек. Это крайне важный орган для размножения и оставления потомства на земле. Но как ни защищает это яичко, хоть 10 оболочек, кровь с помощью капиллярной сети проникает до каждой клеточки. И вот здесь проявляется защитная функция гистогематического барьера. Морфологически в структуру вот этого гемато-тестикулярного барьера включается внешняя стенка сосудов, собственная оболочка известных канальцев, вот эти сустеноциты или клетки сиртоли, белковая оболочка и интерстициальная ткань. Все это обладает высокой резистентностью, то есть устойчивостью к внешним агентам. Но какие-то элементы легко проникают в ткань яичка. И от них нет защиты. Например, вирусы. Вирус паротита, вот эта свинка, поражает ткань околушной железы и поражает ткань яичка. Коронавирус общеизвестный, он проникает в ткань яичка. Но мы сегодня поговорим о гемато-простатическом барьере, то есть механизме защиты между кровью и тканью простаты. Как он работает? Между клетками предстательной железы подтверждено существование так называемых плотных соединений с помощью специальных интегральных мембранных белков, различные белки, оклюдин, клаудины, их там много очень видов клаудинов, и соединительная адгезивная молекула. Вот эти структуры защищают щели, межклеточные поры от проникновения каких-то вредных агентов. Может ли что-то повлиять на этот барьер? Да. В плазме крови находятся ферменты, которые способны изменять проницаемость сосудистой стенки и вот этих защитных межклеточных структур. В норме активность этих ферментов невелика, но при патологии или под действием факторов каких-то повышается их активность, и это приводит к повышению проницаемости гематопростатического барьера. Этими ферментами являются гиалуронидаза и плазмин. Вот как раз на основе гиалуронидазы, и разработано огромное количество ферментных препаратов, такие как лидаза, трепсин, химатрепсин, лангидаза, та же самая. Очень много наименований, смысл в одном. Вот эти ферментные препараты позволяют легче преодолевать гематопростатический барьер. Они открывают вот эти щели, белковые заградительные структуры, которые мешают какому-то медикаменту проникнуть в ткань простаты. Есть и регуляция со стороны нервной системы. Не по нервным стволам, как мы себе представляем, то есть что вот идет по стволу нерва какой-то сигнал, а с помощью нейромедиаторов. То есть нервные клетки выделяют специальные активные вещества. И эти вещества, которые попадают в кровь, действуют на вот этот гематопростатический барьер. И вот эта регуляция осуществляется по бессинаптическому принципу. То есть нет этих соединений между нервными клетками. Медиатор с током жидкости поступает в стенки капилляров и действует на гематопростатический отдел. Вот этим руководит вегетативная нервная система. Симпатический отдел этой вегетативной нервной системы уменьшает проницаемость, а парасимпатический увеличивает. И те, кто смотрел ролики о балансе двух ветвей вегетативной нервной системы, симпатической и парасимпатической, знают, что дисбаланс между этими двумя ветвями влияет на тонус сфинктеров мочевого пузыря, влияет на уровень рефлексов, которые отвечают за сокращение простаты семенных пузырьков, влияет на тонус мышц промежности, активность детрузора, то есть мышечного слоя мочевого пузыря. И дисбаланс может влиять на тазовые боли и вызывать дисфункцию мочевого пузыря. И как мы видим, вот эта вегетативная нервная система через действия на нейромедиаторы может регулировать и гематопростатический барьер. Повышающее влияние на проницаемость этого барьера оказывают такие медиаторы, как ацетилхолин, кинины, простагландины, гистамин, серотонин, метаболиты, обеспечивающие сдвиг PH в кислую сторону. А понижающее действие на проницаемость способно оказывать гепарин, норадреналин, ионы кальция. Гематопростатический барьер обеспечивает относительную неизменность состава, вот этот гомеостаз, то есть физические, химические, биологические свойства жидкости создается адекватная среда для выполнения специфических функций клеточных элементов простаты. Не будет качественной спермы, основой которой является секрет простаты, значит не будет и потомства. Но гематопростатический барьер в то же время является огромным препятствием для проникновения многих медикаментов в ткань простаты. Вот источник перед вами, можете затормозить, поставить на паузу видео, прочитать авторов и так далее. Гематопростатический барьер – препятствие для доставки лекарств в простату. Гематопростатический барьер – это нестатический, физический барьер, служит препятствием между стромой предстательной железы и просветом протоков предстательной железы. Барьер обладает способностью динамически регулировать и строго контролировать массообмен между кровью и предстательной железой, тем самым ограничивая проникновение лекарств в предстательную железу. Было подтверждено, что базальная мембрана, фиброзный стромальный слой, эндотелиальные клетки капилляров, эпителиальные клетки протоков предстательной железы, липидный слой и т.д. участвуют в формировании структуры барьера и изменяют проницаемость мембраны, главным образом регулируя размер пароклеточных ионных пор и затрудняют проникновение лекарств. Огромные усилия ученых много лет направлены на изучение, разработки альтернативных способов доставки лекарств в простату. Вы прекрасно знаете, огромное число лекарственных форм в виде ректальных свечей, пробовали эндолимфатическое введение медикаментов, электрофорез лекарственных средств. Все это нацелено на увеличение концентрации каких-либо медикаментов в ткань простаты или хотя бы в околопростатическую клетчатку, туда как-то доставить в целевую зону, в надежде на прямое воздействие на клетки предстательной железы, чтобы получить какой-то желательный эффект. Вот еще пример. Открытие плотных соединений, это вот этих вот как раз белковых структур и липидных, которые замыкают межклеточные пространства. Открытие плотных соединений может стать ключом к открытию гематопростатического барьера. То есть в этом термин открытия в данном случае несет смысл открыть дверь, то есть преодолеть эти плотные соединения. Гематопростатический барьер может быть основным фактором, препятствующим доставке лекарств к тканям простаты и приводит к ней эффективности лечения. Некоторые исследователи считают, что хроническое сосудистое воспаление может изменить гематопростатический барьер. Барьер может стать ключевым моментом в лечении хронического простатита. Авторы этой статьи исследуют такой механизм, как ультразвуковая кавитация для открытия этого гематопростатического барьера. Еще с советских времен созданы аппараты Танзилор, например, в лорпрактике. С помощью низкочастотного ультразвука через раствор лекарственного препарата, который контактирует с поверхностью миндалины, образуются вот эти микропузырьки микроскопические и явление так называемой ультразвуковой кавитации, повышается проникновение в ткань органа, вот этих микропузырьков, в миндалину в данном случае, при хроническом танзилите. И эти аппараты широко используются и до сих пор в лорпрактике достаточно успешно. Есть подобные аппараты для лечения заболеваний шейки матки, то есть эти эффекты известны и давно используются. А авторы вот этой статьи изучают возможность с помощью этого эффекта повысить концентрацию лекарства в простате. Вот еще статья. Применение функционализированных наноматериалов при простатите. Вот авторы пишут, простатит является распространенным заболеванием у взрослых мужчин, характеризующихся плохим ответом на лечение, вот о чем я и говорил, легким рецидивированием, что серьезно влияет на качество жизни пациента. Простат расположен глубоко в полости малого таза, и таким образом традиционные инфузии или другие методы лечения не могут легко воздействовать непосредственно на простату, что приводит к плохому терапевтическому эффекту. Поэтому разработка новых стратегий диагностики и лечения стала центром исследований в области лечения простатита. В последние годы наноматериалы широко используются в диагностике и лечении различных инфекционных заболеваний. Нанотехнологии являются многообещающим инструментом для точной диагностики заболеваний и для улучшения адресности систем доставки лекарств. Обладают интеллектуальным контролируемым высвобождением лекарств. То есть, например, при встрече с бактерией, вот эта нанокапсула может начать активно выделять антибактериальное вещество. Имеют много режимов совместного лечения, которое, как ожидается, будет применяться при диагностике и лечении простатита. Нанотехнологии привлекают внимание к диагностике, профилактике и лечению простатита, но, как новая область исследований, систематических обзоров и результатов по применению наноматериалов в диагностике и лечении простатита все еще не хватает. И дальше они пишут, что, согласно статистике, примерно половина мужчин когда-либо страдали от простатита. И амбулаторные услуги по лечению простатита составляют примерно 25% услуг, предоставляемых урологическими клиниками. Рак предстательной железы и доброкачественная гиперплазия предстательной железы в основном встречаются у пожилых мужчин, в то время как простатит встречается у мужчин всех возрастов, особенно у мужчин молодого и среднего возраста. Это третье по распространенности заболевания мочеводящих путей у мужчин. Вот они отмечают роль мочевой кислоты в образовании микрокристаллов уратов в ткани, приводит к воспалительной реакции, которая вызывает высокочастотное сокращение и спазм сфинктера уретры. Эти изменения вызывают дисбаланс в синергизме, то есть согласованной работе детрузера мочепузырной мышцы и сфинктера мочевого пузыря, которые закрывают выход. И могут вызвать обструкцию выходного отверстия мочевого пузыря и рефлюкс мочи. Рефлюкс это заброс мочи из простатического отдела уретры в протоке предстательной железы, который является фактором химического повреждения протоков простаты. Я об этом механизме, связанном с мочевой кислотой, говорил вот в этом ролике. О роли мочевой кислоты в патологии тазовых органов. Кто не видел, посмотрите. Интересная тема. Авторы пишут, что воспаление стимулируется и может вызвать долговременное повреждение нервной системы, которая приводит к клиническим симптомам с доминированием сегментарного отдела спинномозгового нерва. Боль в простате может быть причиной вторичных поражений сегментов спинномозгового нерва. И некоторая боль при простатите может быть вызвана изменениями вот в этих нервах. Но ученые также доказали, что боль при простатите может быть вызвана ненормальным состоянием хронического нейрорегуляторного механизма, вызванного множеством факторов. И может быть единственной причиной, которая связана с глиальными клетками спинного мозга или нервными клетками спинного мозга. То есть причиной боли и дисфункций могут быть искаженная функция нервных структур в простате. А человек продолжает безуспешно принимать антибиотики в надежде ликвидировать какие-то условно-патогенные бактерии. А причина в нервной ткани, в тазовых нервах и в состоянии нервов, которые иннервируют предстательную железу. Соответствующие исследования показали, что простатит вероятно является аутоиммунным заболеванием. Даже такая теория вот они выдвигают. Люди с нормальной иммунной функцией обычно не испытывают воспаление после инфекции. Ну грубо говоря, была острая инфекция, она эффективно пролечивается и потом все исчезает навсегда, все симптомы. В то время как люди с низкой иммунной функцией склонны к воспалению. И некоторые ученые предположили, что предстательная железа является иммунным органом с более чем 90% содержания Т-лимфоцитов, которые существуют в эпителиальной стромальной области железы наряду с небольшим количеством других воспалительных клеток. И вот эти Т-лимфоциты в простате продуцируют, стимулируют выработку интерлекина 15-го типа в простате. И вот эта паракринная передача сигналов является причиной хронического воспаления. То есть выявлены аутоиммунные механизмы, которые могут поддерживать воспалительный процесс в простате. Авторы пишут, что вот, например, попытки повысить концентрацию лекарств прямой инъекцией, то есть прямая иголка в простату и инъекция в ткань предстательной железы решает проблему анатомического барьера предстательной железы и гематопростатического барьера. Но такое инвазивное повреждающее лечение легко вызывает повреждение нервных сосудистых тканей простаты и усугубляет местное воспаление, то есть наносит больше вреда, чем пользы. И далее авторы пишут, что в настоящее время идеальных методов лечения и диагностики простатита по-прежнему не хватает и поэтому срочно необходимы новые системы доставки лекарств и стратегии диагностики простатита. Антибиотики, нестероидные противоспалительные препараты, альфа-адреноблокаторы используются в традиционном клиническом лечении простатита. Кроме того, фармакологические методы лечения остаются в значительной степени неэффективными из-за трудностей проникновения в микроокружение и ткань простаты при простатите из-за гематопростатического барьера. Ректальное введение является одним из наиболее распространенных методов, которые используются при лечении простаты, но некоторые лекарственные средства не способны проходить через гематопростатический барьер и не достигают эффективных терапевтических концентраций в ткани простаты и в ацинусах, и в этих гразиевидных пузырьковых структурах. Нанотехнология относится к изучению и применению материалов на наноуровне. Ее применение в области медицины называется наномедициной. Достижения в этой области способствовали разработке систем доставки для лечения заболеваний, связанных с простатой. И преимущество препаратов на этих нано-носителях включает комбинацию различных лекарственных средств, которые расположены в специальных биомакромолекулах. Это позволяет снизить распад нестабильных лекарственных средств для медленного и контролируемого высвобождения, увеличить время пребывания соответствующих лекарственных средств в ткани простаты, чтобы избежать частых инъекций и удовлетворить потребности лечения. Вот эти наночастицы на основах оксида меди, оксида железа разработаны наноэнзимы, то есть как раз вот эти ферменты, которые открывают щели межклеточные, на основе нано-носителей разработаны гидрогели, например, с наночастицами для ректального введения, и наночастицы с селеном, противомикробными механизмами, которые действуют на процессы окислительного стресса, то есть на очень важный элемент хронического воспаления в простате, на различные биохимические и клеточные процессы воспаления в простате. Как видите, большое количество ученых подтверждает факт существования гематопростатического барьера, подтверждает низкую эффективность медикаментозного лечения и разрабатывает новые механизмы и пути преодоления этого барьера для более эффективного лечения простатита. Ну что, вы устали уже? Ну, давайте к окончанию. Для чего я вам все это рассказал? Лао Цзи писал Причина того, что трудно управлять народом, заключается в том, что народ просвещается, и в нем много умных. И вот основная цель моего канала и этого видео в том числе, чтобы вы были умными, информированными в вопросах мужского здоровья, чтобы вами было тяжело управлять глобалистским фармацевтическим компаниям, чтобы вы жили и работали на свое здоровье, а не на околомедицинские структуры. И самое главное, для того, чтобы вы не испытывали завышенных ожиданий и надежд на хорошие и эффективные универсальные медикаменты. Их нет. То есть, первый и главный вывод из этого видео. Нет хорошего и эффективного лекарства от простатита. И второе. Не ожидайте мгновенных эффектов от медикаментов. Относитесь критически, с определенной долей скепсиса, к многообещающим рекламным статьям об очередном эффектном лечении простатита и каком-то эффективном лекарственном препарате или каком-то чудо-аппарате для лечения простатита. Чаще всего это какие-то вспомогательные, общетонизирующие или повышающие общую устойчивость средства. Но выбора-то нет. Почему арсенал огромный, низкоэффективных средств? Потому что сложности доставки и сложности медикаментозного лечения связаны конкретно с анатомией и биохимией и иммунологией предстательной железы. То есть врачи оказались в общем в безвыходной ситуации и пользуются теми средствами, которые смогли разработать. Но теперь вы знаете о гематопростатическом барьере. Основой для исправления расстройств мужского здоровья в первую очередь являются мероприятия по правильному питанию, физической активности и режиме половой активности мужчины. Не найти средства для улучшения капиллярного кровотока лучше, чем длительная ходьба или бег. Не найти лучшего иммуностимулирующего лекарства, чем разнообразное полноценное питание простыми недорогими продуктами с достаточным количеством белка и большим количеством растительной клетчатки из овощей и зелени. Невозможно так эффективно исправить проблемы здорового сна, например, а следовательно, улучшить ночной циркадный режим работы мужской гормональной системы, как, например, часовая вечерняя прогулка. Конечно, глупо говорить о лечении классического острого бактериального простатита с помощью бега. Я ни в коей мере не отрицаю традиционного подхода к лечению простатита, в том числе и медикаментозного. Существуют конкретные методические рекомендации от профессиональных ассоциаций урологов России, Европы, Соединенных Штатов Америки и так далее. Но если методы лечения, которые вам предлагают и которые вам проводят специалисты, не помогают, и вы их многократно проходили и пришли к выводу, что нет ожидаемого результата, то вспомните этот ролик, посмотрите на свой образ жизни со стороны, спокойно подумайте, как его изменить к лучшему. Кто в затруднительном состоянии, приходите на мой сайт уротестинг.ру. Я пришлю вам опросник, который позволит ориентировочно определить основные механизмы расстройств вашего здоровья. Я дам вам реальные советы, которые помогут, если не полностью справиться с вашей проблемой, но улучшить ваше состояние и определить правильное движение, правильное направление движению к здоровью. Потому что законы биологии работают всегда и у всех. Побороть их невозможно, но мы должны их использовать с разных точек приложения, чтобы улучшить состояние вашего мужского здоровья. Ссылки на использованные научные статьи и мои ролики, которые связаны с этой темой, которые я упоминал, смотрите в описании. Кому понравилась просьба поставить лайки или дизлайки, кому не понравилось, а еще лучше поддержите меня, мой канал, способы описаны в описательной части. Смотрите связанные ролики. Напоминаю вам, что сдать анализы вы можете с бонусом в 15 тысяч рублей на оплату этих анализов от моего имени в лабораториях Хеликс и Гематест в любом городе. Можно по ссылке, которую я также укажу в описании. Посмотрите мое короткое видео, как сдать анализы с экономией денег, времени и нервов, тоже по ссылке в описании. В общем, счастливо, всем мира, здоровья и оптимизма. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok